Здраво, будьте люди добрые! Колосвет замечательен тем, что в нем мы знакомимся с удивительными людьми. И вот сегодня я хочу вам представить Инну Андреевну Капец. Это легендарная вертолетчица, которая налетала огромное количество часов. Ее рекорды не побиты до сих пор. И, конечно, когда она прилетала на север, спасала людей, все знали, если летит Инна Андреевна, значит, все будут спасены. Это человек, который помог сотням и сотням людей, работал в самых горячих точках. Я ей однажды задал вопрос, Инна Андреевна, а как вы ориентировались на север? И там же один снег. А в те времена-то не было таких приборов, как сейчас. И она очень интересно сказала, как? Как очень просто, по пальцу. Ну, то есть, свои какие-то у них есть интуитивные были методы, которые они сами применяли. В пустыне как-то им специально разжигали огонь, чтобы пустыня везде одинаковая, чтобы понять, где находились те ученые, которые там остались. То есть, эта жизнь наполнена огромным смыслом. И вот она сейчас расскажет о себе, она расскажет о том важном моменте, моменте, что сохранение традиции – это самое главное, потому что Инна Андреевна – это носитель нашего ведического мировоззрения. Добро пожаловать на встречу с Инной Андреевной Капец. Она удачливый пилот. С невероятной судьбой Легко рекорды в небе бьет И в мире нет такой другой Уроков мужества не счесть И по заслугам ордена Россия – сильная страна Когда такие люди есть Ну, я, во-первых, хочу всех поприветствовать, всех, кто здесь живет. Тот, который несет нам радость, люди, которые здесь живут, несут нам радость. Радость того, что наша культура не забыта, что наша культура, нам родная, крови, которая, как говорится, у нас, она, ее поднимают и она вспоминается. И это, конечно, очень большое счастье для нас, что вот вы есть здесь и что вы несете то светлое, что должно было всегда у нашего народа. А когда у народа много светлого, народ всегда будет на высоте, народ будет жить и народ будет как-то душевно, духовно процветать. Это, я считаю, главное. Материальное – это, понимаете, как говорится, сегодня нет, завтра нет. А вот духовное процветание, духовное единение всех в своем, в своей культуре, в своих традициях, в своей, так сказать, знании истории, почитании великих наших людей. А у нас есть очень многое. Посмотришь, вот иногда удивляешься, много мы можем, но вот много мы можем, но нам нужно как-то быть вместе. И вот то свое, что нам оставили наши предки, вот разумные наши пранчеры, оно не должно уйти, должно, как говорится. И спасибо вам, что вы это возрождаете. По паспорту 25 сентября у нее день рождения. Но в Википеде написано 17-го. Восемьдесят лет. Почти на буквы даты. Я в контакте на стене посвятила целый пост для Андреевны. Вот, и она участвовала в спасательных операциях по спасению людей. И когда люди по рации слышали, что к вам летит капец, это не означало то, что вы слышите, а это означало, что все будут спасены. Ты что рассказываешь-то? Андреев, вы не рассказываете. Я просто купаюсь. Да ну, моя хорошая. Вы же легенды. С вами, с вами. Это наше все. Это все наше. Вот вы все наше. Слава богу, что мозги поворачиваются к себе. Мы все вместе, мы все делаем одно общее дело. Просто я хочу людям вот-вот живое. Лучше не надо, лучше не надо. Моя хорошая. Немеряно. Может, из-за опыта что-то сказать. Страна должна знать своих героев. Страна должна знать своих героев. Поэтому... Это действительно легенды. А половина того, в общем, вместе с мужчиной, это то, что называется стерзием жизни. Ибо без будущего, будущего не будет, если, как говорится, нет хорошей семьи, хорошего отношения к друг другу, понимания. Что, как говорится, вместе это органично и вместе все получается. Вот это вот разумное отношение, так сказать. Наши женщины во время войны воевали, да? Да, воевали, да еще как. Я встречалась, многих знала. Знала Бершанского, Бершанского командира полка. И очень хороших отношений Мария Ивановна Килина, у которой на глазах погиб муж. Она тоже летала. Вот, двое детишек. Ну, в общем, понимаете, там замечательные, удивительные женщины. Попова, Попова Надежда Васильевна. Я просто ее тоже обожала. Вот, то есть, женщины, они надо было, они защищали и страну, воевали. Вот, ну и сейчас, когда вот начался вот это вертолетное дело, и чтобы показать, что у нас такие вертолеты в стране, что и женщины могут, да? Вот, ну и вот набрали, как раз третий был набор, набрали девочек, пять девочек. На вертолетное отделение. А я впервые вертолет, мы как-то тогда знали, я уже ходила. Знаете, все-таки в то время, для того, чтобы человек рос и выбрал свое, так сказать, дело, нужно ему, он должен как-то и в детстве где-то что-то попробовать узнать. Вот, и мы в девятом классе все пошли в аэроклуб. Вот, в нашей школе, в нашем классе, в школе очень многие в аэроклубы. То есть, там очень было, я вот сейчас даже сказала, очень хорошие были классы методические. Нас серьезно очень готовили. Причем, многие вот воевавшие, уже нам в отцы годившие, и вот такое вот хорошее отношение было к молодежи. То есть, вот все-таки это поколение видело у молодежи свое, как своих преемников. И отдавали все, что можно было, отдавали нам. Вот, и бесплатно за 30 копеек мы летали. Вот, теорию проходили, потом летали. Я летала на планерах, вот, на самолетах летала. Вот, а потом уже, значит, вот, зародилось это мне желание. Ну, примером, конечно, примером для меня, вот, в этой, то, что я стала, вот, в летном деле, была Валентина Степановна Глизадуга. Многие ее знают, конечно, читали. Эта женщина, ну, она вообще личность. Я потом с ней общалась, встречалась. Но для меня были ее, ее вот так дела, которые они, так сказать, как молодые, первые, одни из первых игольчиц. Она тогда пролетела очень, установили мировой рекорд, женский экипаж. Вот, и там, знаете, сели в Хабаровском крае. Сели в Хабаровском крае в 13 часов, 38-25 сентября. В это время я родилась. Ну, и как вот Юру Гагарину, вот, когда Юра слетал, то все Юра, Юра. Мама тоже меня в Арии хотела назвать. Ну, отец настоял, вроде, вот, назвали меня Инной. Но, когда всегда, вот, говорят, я говорю, ну, мне судьбой, наверное, было, вот, заказано быть ютчицей. Вот, Валентина Степановна для меня была всегда, как говорится, звездочкой ведущей, понимаете. Ну, действительно, это человек-командир полка. Потом руководила институтом, где вот это приборы авиационно-космические, все это. Ну, удивительная женщина. Она очень хорошо пела. Она играла на пианино. Вот. И вот потом я уже, когда состоявшаяся с ней встретилась, для меня это было большое счастье. То есть, понимаете, вот, наверное, в молодости нужно встретить людей, с которых можно делать, как они говорят, делай, как я. Вот для меня, конечно, была вот Валентина Степановна Грибодрубова. Ну, мне вообще, конечно, очень повезло. Я и Громова Михаила Михайловича знала. Это вообще он личность, интеллигент, летчик необыкновенный, понимаете. Вот есть же, мы знаем, все знаем, что у нас институт имени Громова. Вот эти испытания, все это, война. То есть, вот, понимаете, перед нами, вот, по жизни, шли рядом и такие вот люди. И, конечно, мы как-то стремились к этому, чтобы быть, ну, похожими на них. Ну, и где-то мы уже делали свою судьбу. Вот. Я, значит, пролетав, естественно, я захотела стать летчицей. Ну, для того, чтобы поступить в училище, надо было, значит, вот, аэроклуб, 40 часов обязательно, лета, все. Ну, то есть, аэроклуб делал хорошее дело. То есть, человек приходит, и пролетав, и понял, что это его. Уж вот, как говорится, не уйдет. Вот, действительно, все, вот, потом вот и наши ребята, которые стали военными, многие офицеры, летчики. Вот, мы вот там, кто-то из нас, вот, из девчат тоже в аэроклубах. Ну, у нас была единственная возможность тогда попасть в летное училище, это стать инструктором в аэроклубе. Вот было одно единственное училище, это в этой, в Калуге. Вот, я туда поехала, но перед этим, мы, значит, прилетели на, приехали на открытой машине, знаете, как-то, с аэроклуба приехали на аэродром, и стоит непонятно что. Все, конечно, спрыгнули туда, а это был вертолет. Вы знаете, конечно, непонятно, мы уже понимали, как аэродинамика, там, самолетов, плаверов, там, как это, а это, как это летает. Я вообще обошла, и, вы знаете, так посмотрела, думаю, ну, надо же и караказиться, как же интересно она летает. Ну, и вроде как-то это, а тут, значит, когда принюхали в училище, и первый набор девчонок, значит, пятерых решили взять, посмотреть, получится или нет. Ну, и, естественно, у меня вот это вот желание узнать, как же это летает, действительно, он летает, в общем-то, там аэродинамика непростая, и все. Вот, и меня вот зачислили на отдельное вертолетное. Нас пять девочек. Вот, вы знаете, ну, вот, наверное, мое по жизни. Я как-то быстро освоила, одна из первых вылетала, конечно, проверяли меня тут, начиная, это командир из Кадрильи, командир звена, командир отряда, потом приехал этот самый начальник замполетной, потом и начальник училища проверял меня, как же, понимаете ли. Ну, вот, и потом я не, вылетели, машина, конечно, очень интересная, своеобразная, вот, подготовка у нас тоже была теоретически очень хорошая, вот, и вылетели, вот. Ну, меня так, как первую, вроде, знаете, качали, я только кричала, вы, пожалуйста, меня не уркните, вот. Ну, и оставили меня, я не просилась, оставили меня летчиком-инструктором в училище. Ну, это вроде как честь, понимаете, я закончила отличие с отличием, все это проработала там три года, константы у меня так все были. И вот в той жизни мне что интересно, ведь в Калуге, в Калуге был Юрий Гагарин, только вот прилетел он, значит, после этого. И закладывали первый музей, это, камень он заложил в музей авиации и космонавтики. И это недалеко от домика, от домика, где жил Циолковский. Место прекрасное, если у кого-то будет возможность вот так в Калуге, сходите в этот музей, музей замечательный, вот. И Калуга, как старый русский город, площадь, вот была, вы знаете, негде яблоко упасть, настолько было много народу, даже все это напирали, и этот самый Юрий Алексеевич говорит, ну вы, пожалуйста, тут впереди дети, вроде все же, хотя они поближе, понимаете. Все-таки это же была наша слава, счастье, гордая, что там говорить. Да, мы первые, наш русский Юрий Гагарин первый, вот, значит, это слетал, понимаете. И для нас это было, конечно, всем это была большая радость для нас. Вот, ну и самое интересное вот что, нас, а мы, конечно, когда пошли, молодые инструктора все, все одели голубые эти у нас комбинзоны, подшлемники, ну вроде как мы тоже излетные, да, они же все же космонавты в основном, то есть все летали когда-то, это, вот. И нас приставили ему, приставили ему, и вот он всем пожал руки, и я тоже на среде ребята это пожал, и говорит, а вы что, тоже на вертолетах летаете? Я говорю, да, летаю. Ну, говорят, это очень сложный летательный аппарат. Я говорю, да ничего, справляемся, пожал мне руку. Ну, и эта вот улыбка его очаровательная, понимаете, она как-то вот, какое-то тепло от него вот шло, понимаете, человеческое. Я даже тогда сказала, ну, говорю, теперь неделю не буду мыть руки. А на следующий, значит, день мы летали, вот, на следующий день мы летали, и это, мои ребята, вот, курсанты, они же тоже там проходили строем, все. Я говорю, ну, после полета в разбор, я говорю, ну, и кто-нибудь из вас космонавты, или как впечатление, они, знаете, Инна Андреевна, я так тянул ногу, когда шли вот мимо, это, строем, да, с честью, что никогда в жизни так не это. И потом все, все до длинного сказали, мы бы тоже полетели. Вы знаете, я вот сейчас уже прошла, прожила большую жизнь, и вот из наших парней, вот, которые, так сказать, много вышло, вот даже с нашего выпуска, девять летчиков-испытателей, трое герои, это заслуженные и герои, понимаете, то есть вот поколение, которое видело хороший пример, выросло, стало и хорошими, как говорится, гражданами. Вот, то есть, ну, а потом я вам хочу сказать, вот эти, начался нефтегазовый, вот этот бунт, да, вот, и вертолетов, без вертолетов там вообще ничего. Вот сейчас мы имеем оберег, оберег, оберег нефтегазовый у нас, скажется, России, без вертолетчиков, без вертолетов ничего бы там такого не было. Вот особенно Западная Сибирь, там ведь все, медсорождение столькими, я много там очень работала, вот, и работали не только, как говорится, из России, как командировка, как это, ну, вахтовый метод был, но и работали из других республик, все поднимали. Вот, и благодаря вот вертолет, вертолетчикам все-таки было сделано это, вот, это дело, понимаете, как я это переводил? Да, благодаря вертолетчикам у нас есть оберег, Россия, эти нефтегазовые месторождения, которые мы, так сказать, это, ну, вот, помогли освоить стране. Ну, а в общем-то, конечно, вот, я после этого проработала инструктором три года, и наши ребята все ушли, вот, многие с кем я учился, ушли в аэрофлот, в гражданскую авиацию, как раз вот эти вот работы начали, и все это, и мне написали, значит, что это, вроде ты там сидишь, давай, я в Асах, они у нас, где мои родители, оказались там, значит, тоже вертолеты, вот, ну, и, в общем-то, взяли меня, взяли меня работать, я после этого, вот, начало, начало, конечно, вы знаете, относились так все к вертолетчикам, к вертолетам, с каким-то там презрением, даже, ну, что-то вроде, да, вот, а вы посмотрите сейчас, без них-то ничего, никуда, вот, и потихонечку, значит, все это, вот, осваивалось, вот, ну, и вот, настало время, когда меня приглашали, я уже на металла, то есть, начинали, внедряли, понимаете, даже никто не верил, вот, начинали это все, вот, дело делать, да, вот, все как-то это самое, а потом потихонечку, потихонечку, кажется, все осваивали, то есть, научились, и сами научились летать, и научились его, и эти все разные, разные виды работ, понимаете, это тоже мы научились делать, но даже как, и в облаках, и ночью, и подвеска, без подвесок, вот это осваивали, вот эти все, это невозможно, то есть, там болото, это самое, такие условия, что аэродрома нету, вот, садишься, поэтому, конечно, я, в общем-то, знаете, ну, у меня вот хорошее чувство, что все-таки мы вот этот вертолет ввели, как все это прошло через меня, и вот последнее, что потом, значит, меня пригласили вот в Москву, у меня уже тогда 3000 налета было, это приличный налет считался, вот, пригласили меня вот показать новый вертолет Ми-8, вот, показать его, ну, и вы на нем сделали 6 мировых рекордов, так обычно в вертолете 3 часа, 3 часа, говорим, чего, а мы пробыли 11 часов 45 минут, представляете, сколько там у нас было, да, ну, мы справились, потому что была поставлена задача поставлена, показать вертолет не только как, так сказать, это, ну, что и женщины-то здесь, ну, этот вертолет сейчас Ми-8 работает везде и всюду, и сейчас модернизируется, это, конечно, ну, так, как я вам скажу, ну, идеальная, идеальная машина, то есть, все рассчитано было правильно все это, вот, ну, а потом вот работала я, стала командиром на Ми-8, летала вот в этих, там, по северам, по этим, вот, вот, конечно, непросто, женщине очень сложно сочетать, как говорится, вот эту настоящую мужскую работу, я почему говорю, и еще как-то, чтобы сочетать это все, у меня было гармонировано с семьей, это непросто, поэтому, может быть, как говорится, я тоже считаю, что, ну, это хорошо сработают мужики, вот, а женщины-то пусть будут единицы, потому что у женщины природой совсем другие обязанности, обязанности, которые, может быть, даже, как говорится, и не сможет, женщина и природа, это, как говорится, единое, понимаете, а то, что связано с природой, это все идет от женщины, и поэтому дети, семья, там своя, как говорится, сояло у женщины, и вот это вот сочетать, мужское это, очень непросто, вот, ну, а потом, вот, все-таки я там справлял, на все условия, конечно, ужасные, то есть край был не обменен, не совершенно не в таком, ну, все это было как полудеревня, полуэто, сейчас, конечно, это там города, и все это все построили, все освоили, ну, а потом, вот, меня пригласили на вертолет, не 26-й, это самый большой вертолет, генеральный Маратищенко, значит, на одной из встреч, значит, Ирина Андреевна, вроде попробуете, но я говорю, ну, давайте попробуем, машина, конечно, колоссальная, у нас, у нас ни у кого в мире нет такой машины, по грузоподъемности, по своим вот делам тоже она все это, и вот мы на ней сделали 9 мировых рекордов, на ней 26-й, показали ее, вообще, как говорится, 25 тонн, она вообще-то по 20 тонн, так сказать, понимает, а нам разрешил генеральный 25, и мы хорошо справились, сделали и показали, знай наших, вот меня, я член Международной вертолетной ассоциации, вот, ее, и, значит, пригласили наш экипаж на 50 лет, ну, мне очень хотелось посмотреть Америку своими глазами, понимаете, вот, вот, ну, и тут это такое, значит, конечно, нас очень встречали хорошо все это, потому что, ну, по такому опыту, по таким работам, по таким налетам, вот, один с вами тысяч налета, вот, и вот наши девчонки тоже это самое, у них нету. Знаете, 42 страны представители, 42 страны, зал огромный. Ну, а потом, значит, когда все это показали, работу, там, немного экипаж наш, вот, ну, и представители говорят, встаньте, русская делегация, мы там русские, русская делегация, русские, встаньте, встаньте, встань, весь зал встал и нам аплодировал. Вы знаете, я уже в таком возрасте, я к этому отношусь, ну, поймите, я русская женщина, мы как-то это, знаете, ну, сделали, сделали, поглупили, ну, и ладно. Вот, вот, но тут вот я про себя, конечно, сказала, внестаньте, знай наших, Америка, мы не хуже их, мы не хуже, только вот нам надо как-то научиться, не любовь, о которой кое-то нам кричит и говорит, а надо научиться себя уважать, своих товарищей, вот, уважать, и уважать свою, и знать свою историю, историю в лицах. Я вот книгу, я ее, она у меня прям как настольная книга, «Календарь русской славы и побед». То, что наше родное, то, что наше близкое, каждый народ имеет свою культуру, свои традиции и свои, так сказать, взаимоотношения, и этим живет и здравствует народ. А вот мы, конечно, даже я это понимаю, я, правило, выжила большую жизнь, много встречалась в жизни, всего было, были у меня такие ситуации, когда, как говорится, на грани были, понимаете. Ну, в общем, все, как-то, слава Богу, все обошлось. И хотелось бы, конечно, хотелось бы, чтобы мы немного, мы научились себя уважать, уважать себя за то, что ты, что я живу среди таких людей, которые, ну, не хуже других, а где-то, может быть, и лучше, понимаете. Вот. И это должно как-то и тебя поднимать, и поднимать свои отношения к своим товарищам, там, к своим подругам, к своим, кажется, людям, к своему народу. Надо уважать себя, свою историю и свой народ. Я самое... Знаете, что мне было предок? Прошла я вот в этом деле, когда на нас с презрением ничего не нет, посмеялись. И, вы знаете, когда вот сейчас для меня это было такое счастье, я в голову, в форме поехала, упросила, чтобы меня, значит, вот на парад, парад на Красной площади. И когда Ми-26, самая большая в мире, ни у кого нету, понимаете, таких машин, повела целую армагу вертолетов, и начиналось это с Ми-1, и всего с этих, вот, понимаете, смешек, да, повела через Красную площадь, на меня было это просто счастье. Я просила, да теперь можно и умирать. Нет, ну мы еще поживем, конечно, но, как обычно, молодежь, в таких случаях. То есть вот этот парад победы, наш парад, вот нашего, моего дела, с которого я начинала с самого начала. И вот результаты, конечно, очень, так сказать, хорошие. Ну, мы первые в мире сделали то, что наш человек просто не сделал никто. Вот, потому что, например, вот Юрий, как мы тоже его протест вертолетного дела считали, Юрий, 98% вертолета в мире летают его схемы. Это в 1911 году он выставил, выставил, для буржев выставил, значит, вот это вот, иди это, или автомат-перекос, это вообще там, с ума сойдешь, такое это, как он мог, вот понимаете, или вот этот Челемовик, и он же, кроме того, что он не там, он еще консулировал, он в Первую мировую войну участвовал, вообще необыкновенно талантливый человек. Тоже его так, сказать, и просекали, как это. И знаете, что интересно, Сталину показали уже, когда полетел вертолет, тупо ли вон, показали Сталину. Сталин посмотрел этот фильм, и потом, значит, минут 15 ходил, значит, они уже вроде как, ну, неприятно, что же он молчит-то. И Сталин сказал, это новое боевое оружие, это было в 1934 году, новое боевое оружие, и если мы сейчас покажем миру, то они, как говорится, мы отстаем в технологиях, и там, экономически, то есть мы им покажем, они нас, как говорится, обгонят. То есть засекретили его, понимаете? Ну, я там выходила в Кремле, значит, на одного товарища, вот все рассказала, все это, что подняли это имя, как-то засекретено, это самое, вот. И вдруг мне звонят, значит, приди в министерство, еще тогда министерство, там медаль, знаете, какая медаль? Самая ценная у меня, патриот России. Для меня это вот через, ну, к сожалению, он ушел, а товарищ вот не очень там нахватил. Ну, я надеюсь, что будет день, ведь посмотрите, наши и воюют, как-то учили летать, и воюют, да? Вот гражданская авиация, без наших мужиков не подняли бы вот те края, как говорится, где мы подняли, где, так сказать, этот вот, эту нефть и газ, сейчас, вы представляете, не было этого, да? И военные, и гражданские спортсмены, а спортсмены наши из 15 чемпионатов мира, 15 чемпионатов, не 16, значит, наши, наши спортсмены так хорошо работают, и лучше всех работают, наши, значит, 14 чемпионов мира, представляете, вот, чемпионы мира, я когда-то все гибло, вот, и советская пришла, значит, позвонила мне, мы встретились, и нам древно надо спасать вертолетный спорт. Мы с ней все сделали, что нужно было, слава Богу, лучше наших ребят никто не летает, я и, как бы, сейчас приехали, в шести странах были, везде взяли золото, вот, ну, понимаете, вот футболистов показывают, а вот наших-то, да, ну-ка, попробуй еще, и здоровье, и это, и щупашкой, и полетай, как все это, вот, ну, и техника, техника у нас хорошая машина, метр четвертый, весь пилотаж делал, даже петлю не сделал, я очень счастлив, вот этот раз, я даже, когда поехал там, при, это, летчик-испытатель, один, он там, сейчас, Федерация Московская возглавляет, летолетного спорта, я ему говорю, ребятам, указ мой, чтоб приехали чемпионами мира, и не приехали, они меня уважают, я их тоже всех люблю, вот, ну, и, конечно, вы, собственно, и лес охраны, и пожары, и все, где только наши вертолеты, МЧС, вы представляете, вот, все начиналось, в 57-м году, я пришла, начало, начало было, в 89-м я ушла с летной работы, но я до сих пор, до сих пор, в этом деле, понимаете, потому что, это мое дело, и такие результаты, я же говорю, для меня было счастье, это такое было счастье, когда 26-я, вел отцовую армаду, как раз, через Красную площадь, ну, а уж, как говорят, мужики-то наши, ты же, говорят, у нас крестная, май 26-я, марш, это должен быть, как символ наш, понимаете, потому что, в 1911-м, или 13-м, он написал, посвященный, когда начинался, шли в Болгарию, освобождали, так вот, я на эту музыку, я считаю, написала слова, начинаются дни тревоги, мы спешно уходим в поход, за родимую мать Россию, за великий славянский народ, а по обстановке, можно за российский народ, когда, если не никто, или русский народ, можно это там, прощай, милый край, меня вспоминай, прощай, милый край, прости, прощай, прости, встань не за веру, а встань, это правда, вот такая земля, понимаете, вера, она, извините, разная вера, свет отваги и мужества в нас не угас, мы сыны и дочки твои, ты Россия моя, Россия, ты родимая мать, и боль, и слава моя, ну опять припев, не все из нас придут домой, но нас с тобой не покорит, враг России, враг России будет разбит, мы клянемся своей артизной, защищать пределы твои, наша мать, родная Россия, за тебя мы готовы, простые слова, понимаете, не то, что там, это там, мы можем все, мы все можем, у нас много замечательных, я встречала себя со многими людьми, и сколько у нас встречат, удивительно хороших людей, ну их не видно, их не видно, они живут, так сказать, вот, ну живут, вроде как, вот по-нашему, по-человечески, вот, поэтому, это как-то дает силы, вот, ну и, наше вертолетное дело, я вот сейчас надеюсь, что сейчас новый вертолет, и тоже вот, ярославские там, девчонки наши, я помогаю, чтобы показали еще, опять, знай наших, вот это вот для меня, это самое, знай наших, везде, когда начинают что-то, я говорю, знай нафиг, мы не хуже других, вот, и я бы, вот что хотела еще сказать, большое вам спасибо, что вы есть, потому что, душа кричит иногда, от несправедливости, а ведь у нас, у нас самое главное, на первом плане, это справедливость, потом правда, честь, совесть, а первая справедливость, а справедливость генетики, и вот это вот, несправедливая порода, нашему народу, но мы сами, мы не должны забывать, вот, того, то, что является скрепой, так вот, наше правое дело, вот, и вместе, разумно, особенно, я хочу сказать, мужчинам, мужчины всегда у нас были, на первом, как говорится, плане, мужчина, есть мужчина, понимаете, хотя вот там, как это по-христиански, вроде, боятся даже, ничего не боятся, потому что женщины, мужчины, это единое целое, понимаете, в этом, вот, как говорится, в работе жизни, вот, это надо понимать, вот, и я надеемся, что придет радостные дни, вот, и наше поколение, вспомнив все свое, будет, как всегда, как всегда было, лучшим, первым и сильным, и вместе, вместе, я считаю, что каждый человек, кроме того, что есть свое, каждый человек, на общее дело, должен посадить, хоть одно семя, вырастет колос, а колос, это, самое, как говорится, красивое, если брать, посмотреть колос, да, вот, пусть, как говорится, будет, у каждого, свой стежок, заложенный, в этот, кокошник, нашей великой России, всем здоровья, и удачи, и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Кому на море суждено, кому в пехоте, кто на границе слышит, боевой приказ, а мы пожизненно влюбились в вертолеты, и от того нам каждый взлет, как в первый раз. В горах Афгана, над ущельями Кавказа, отдавшись чувству долга и титью, летали мы в огонь не для показа, а жизни доверяли мастерству. Мы вертолетчики, мы вертолетчики, сердцами проливаем облака, пролезаем с лентами в купол неба, тверда у вертолетчика рука, струя за бортом и были небы, всегда тверда у вертолетчика рука. Все вертолетчики, мы не за страх, за совесть, ведем дозор воздушных рубежей, верстаем неоконченную повесть, про многих невернувшихся друзей. Мы чемпионы, в мире знают наши флаги, мы пахари в гражданских небесах, Мы вертолетчики, мы воины-трудяги, на северных и южных полюсах. Мы вертолетчики, мы вертолетчики, сердцами проливаем облака, пролезаем с лентами в купол неба, тверда у вертолетчика рука, струя за бортом и были небы, Сигна тверда у вертолетчика рука. Натужно возим на подвеске вездеходы, снега под нами, топи и хребты. И мы горды, что при любой погоде несем мы людям для спасения мосты. Мы остро чувствуем поэзию полета, в надежность верим быстрых лопастей. Мы так гордимся ледною работой, как мы гордимся Родиной своей. Мы вертолетчики, мы вертолетчики, сердцами пробиваем облака, врезаем с лентами в купол неба, тверда у вертолетчика рука, струя за бортом и были небы, всегда тверда у вертолетчика рука. Мы вертолетчики, мы вертолетчики, мы вертолетчики. Благодарю за внимание. Я думаю, что встречи с такими людьми, они обогащают всех нас. И мы еще будем знакомить вас обязательно с героями нашего времени, с теми людьми, которые творят былину нашего отечества. Не забывайте подписываться на мой канал, звонить в колокольчик, делать вот так вот. И мы радостно будем информировать вас о всех новых выпусках. Всех благ! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!